Всем привет, мои дорогие! Начинаю новый влог и хочу, конечно же, начать его с покупочек, которые мы сегодня сделали в разных магазинах. Во-первых, это молочко. Вот такое оно хранится при комнатной температуре. Я его беру для того, чтобы делать тесто, для того, чтобы делать блинчики, почему бы нет. Но чаще всего для дрожжевого теста, потому что, когда начинаешь делать дрожжевое тесто, нужно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. А которое молоко обычное, такое, достаешь из холодильника, нужно какое-то время подождать, пока оно примет именно эту комнатную температуру. Поэтому часто стараюсь делать запасы такого вот молочка. Может быть, оно не очень, конечно, хорошее, но зато, знаете, когда заскок зайдет мне внезапно сделать булочки, там, я не знаю, пирожки и так далее, сделать это дрожжевое тесто, вот у меня уже готово молочко комнатной температуры. Также взяла, купила деткам такое вот печенье, самое простое, самое недорогое. Ну, вы знаете, они любят его, и Коля пожевать, и малышку, у нее зубки, вот это все. Поэтому такое очень, ну, простое, дешевое, но любимое, так скажем, детками печенье. Хлопья вот такие решили взять, попробовать. Я не любитель хлопьев, но иногда можно, почему бы нет. Дальше кофе финское, Паулик президент, крепость единичка, Миша не любит такое некрепкое. Я, в принципе, могу спокойно пить, так что, скорее всего, именно дома мы и откроем это кофе. Просто Миша себе на работу иногда покупает отдельно, да, кофе самой большой крепости и забирает его на работу. Но это, скорее всего, дома останется. Дальше в турецком магазинчике мы купили масло. Это хорошее, без запаха, мне нравится. Именно вот такое мы и покупаем. Какао взяли две упаковочки. Вот одна там стоит, вторая здесь. Рейнбоу в призме покупали. Оно недорого стоит, вот эта марка, но мне нравится это какао. Беру уже не в первый раз. Для малышки вот такую вкусняшечку взяли органическую. Здесь всякие овощи. Вот так это выглядит. Напробуем. Две упаковочки, показываю одну, посмотрим, пойдет ли. Также вот такие вкусняшки тоже для малышки взяли. Это, знаете, куда-то едем, гулять, еще что-то. Это такой мини-перекус для нее. Фирму вот эту она любит. Разные берем фрукты. Кстати, Коля тоже любит иногда, может поесть. Как-то последние месяцы, правда, я заметила, что, ну, я ему даже могу и предложить. Вот малышке даю, говорю, Коленька, будешь? Он нет. Как-то вот отказывается. А раньше вот часто-часто тоже любил и в поездках где-то. Ну, если захочет, конечно, и для него это тоже. Дальше. Дальше. Алюминиевая фольга у меня заканчивается. Взяли, опять же, марка Рейнбов, взяли в призме. Я не помню, брала ли я ее, но, в общем, взяла и будем пробовать. Ванильный сахар. Ни разу этой фирмы не покупала. Взяла две упаковочки, но меня привлекло то, что в этой упаковке аж 170 грамм. Если это будет хороший такой ароматный ванильный сахар, я буду очень рада, потому что, ну, хватит надолго, да, вы понимаете, две упаковки. Даже одной бы хватило надолго, но, конечно, Юля две схватила. Соду взяла. Не пробовала вот этой марки соду, но у меня заканчивается, иногда выпечку нужно, поэтому взяла. И тоже мне нравится, что здесь и не сильно много, и не сильно мало этой соды. 140 грамм упаковочка и удобная, в принципе, упаковочка для использования. Будем пробовать. И, конечно же, взяла изюм. В Лидоле вот этот изюм, он, по-моему, самый там недорогой, но я его беру постоянно, потому что очень-очень часто, 250 грамм здесь, потому что очень часто я пеку пирог с изюмом, творожный пирог с изюмом в телеграм-канале. Я показывала как-то недавно, я тоже пекла. И когда пекла, использовала как раз упаковочку последнюю, которая у меня была изюма. Поэтому сейчас уже была такая крайняя необходимость в запас купить. И вот, опять же, когда будет заскок что-нибудь испечь, ну, в моем случае конкретный пирог творожный с изюмчиком, то уже изюм будет, не нужно будет никуда ехать и что-то покупать. Так что вот такая вот была закупочка. А, еще картошку, ну, я картошку сразу убрала. Ну, там буквально немного картошки было куплено на супчик. Так что вот сегодня вот такая у меня закупочка была, не сильно большая. Но, тем не менее, конечно же, я решила ей с вами поделиться. Ну что, я разобрала покупочки все. Сейчас приступила к готовке. Честно, нет ни желания, ни времени, ни сил. Но буду что-то быстренько сегодня делать. Во-первых, варю макароны. Как только я их сварю, сделаю пасту из того, что было. Ну, это чуть позже, я вам покажу, из чего я делаю эту пасту. Для пасты понадобятся мне сливки, уже их достала. И также достала у меня два. Две такие упаковочки есть маленького шпината. Купила, думала, суп буду варить. Но, опять же, из-за того, что неохота и как-то лень и вообще сил нет. И ночь была бессонная. И накануне еще там до этого 2-3 ночи тоже были бессонные. Но, правда, сил нет. Поэтому я решила, не хочу возиться я сегодня с этим супом, со шпинатом. Тем более, Миша в последний раз не очень хорошо его ел. Коля тоже. То есть, если я буду готовить, то в основном для себя, да, небольшую кастрюльку. Поэтому я решила сегодня не готовить. И, конечно же, мне надо в срочном порядке заморозить шпинат, чтобы он у меня не пропал. И денежки заплаченные за него тоже не пропали. Так что вот сейчас две упаковочки. В каждой по 80 грамм такого маленького шпината я порежу чуть-чуть и положу вот сюда. И отправлю в морозилку. Смотрите, какой хорошенький шпинат. Режется хорошо. Ну, я сильно, конечно, так мелко не режу. Потому что все равно он еще будет вариться. Я вообще сейчас пока резала, подумала, что, может быть, сделаю, знаете, такую начинку в тонкие блинчики. Шпинат, может быть, с курицей, со сливками как-то это смешать, потушить. Ну, короче, вариантов много, конечно, да, что можно сделать из шпината. Поэтому вот сейчас, конечно, заморожу. Для начала макароны уже почти сварили. Скоро я их откину на дуршлаг. Добавлю чуть-чуть сливочного масла. Перемешаю и уберу в сторону. И приступлю уже к своей пасте. Вот такой небольшой пакетик у меня получился со шпинатом. Все убираю сейчас в морозилку. И я уже за кадром также порезала ветчину, которая у меня была. Она продается у нас, ну, так скажем, на развес. Можно купить, вот видите, она была тонкими такими кусочками порезана. Мы вчера кушали бутерброды. И, в общем, чтобы сейчас не размораживать какое-то мясо, я решила взять эту ветчину и пустить в пасту, да, сделать из этой ветчины. Так что вот порезала просто квадратиками. Сейчас буду это все обжаривать. Обжаривается ветчина. Я займусь овощами. Очень нужно тоже срочно заняться. Вот видите, какие не очень хорошие помидорки. Причем купили мы их два дня назад. Поэтому вот это все нужно сейчас толстым слоем мне обрезать. Я почистила две луковицы. И сейчас слоями сделаю вот в эту формочку. Слой помидоров, слой лука. Слой помидоров, слой лука. Потом покажу, какую заливку делаю. Но я думаю, многие уже догадались, какую. Залью это все и уберу в холодильник. Залью это все и уберу в холодильник. Кусками, потому что я хочу, чтобы дня два это все, ну полтора-два дня промариновалось. А потом уже только буду кушать. Поэтому мне в принципе не нужны какие-то тонкие кусочки, чтобы там за пару часов это все промариновалось. Я вполне, вполне в этот раз буду ждать. Что? Что, малышка? Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Кому интересно, напишите мне в комментариях, оставлю ссылочку на подробную... Все, ладно, давайте скажу, в общем, чеснок по вкусу, соль по вкусу, а уксус еще добавила, добавила 100 мл масла, 4 столовые ложки уксуса и, по-моему, 2 чайные ложки нужно меда, да, если ничего не путаю, или 2, или 4, ну, по-моему, 2, чтобы небольшая такая сладость была. Все это хорошо, заливку это размешаю, больше заливку ничего не нужно, потом аккуратненько полью сверху, закрою крышкой и уберу в холодильник. Все, пришлось добавить 2 упаковочки сливок, потому что оказалось у меня много ветчины. Вот, все, сливки начинают закипать, я не добавляю ни перец, ни соль, перец, в принципе, добавить можно, но у меня одна из упаковок сливок, она была с перцем, и вы знаете, перец очень хорошо чувствуется, поэтому, конечно же, дополнительно сюда добавлять никакой перец не буду. Все, в общем, перемешала, накрываю и на 15 минут забываю. Тем временем, смотрите, какая красота. Чеснок начал у меня уже таять, потихонечку совсем смешиваю, добавлю соль, мед и все. Так что больше ничего на сегодня делать я не буду, на кухне на сегодня это все. Даже помидорки я не хотела делать, но просто испортится, такие плохие, слушайте, 2 дня назад купили, они были крепенькие, красивые. Даже полтора дня назад, можно так сказать. Все, сегодня уже по пол помидора пришлось обрезать и что-то быстренько и срочно делать, потому что, ну, все, гниют просто на глазах. И такое постоянно, постоянно в Финляндии с помидорами, я не знаю. Да, вот даже мира подтверждает. Так, а еще, что мне придется сегодня сделать? Мне придется заняться базиликом. Тоже 2 пучка купили, пока, конечно, он красивый и все, но у меня были планы на него, чтобы сделать много пиццы различной. Конечно же, базилик нужно было. Кстати, базилик можно добавить и вот сюда сейчас в пасту, поэтому я тоже подумаю, может быть, немножко все-таки добавлю в самом-самом конце, за минутку до выключения. Почему бы нет? Но, но я боюсь, что с моей вот этой, с моим таким странным сейчас состоянием я не доберусь, сегодня точно нет, завтра тоже под сомнением, что я доберусь все-таки до пиццы. И опять же, я боюсь, что это все испортится, поэтому я сейчас все эти листики пообрываю, уберу сюда в пакетики, не нарезать ничего не буду, вот именно листиками и заморожу. Я таким образом периодически делаю, и когда мне нужно на пиццу еще куда-то, ну, в основном на пиццу, в пасты какие-то, то я беру просто такими листиками замороженными целыми и добавляю. Очень вкусно, классно, аромат, ну, ароматность, да, вот эту не теряет базилик. Кстати, базилик я очень люблю, вот, так что сейчас тоже этим займусь. И надеюсь на кухне на сегодня, это последнее, что я буду делать. Хотя, ну, правда, так неохота было сегодня кухней заниматься готовкой, кучу всего нужно убирать, мыть, например, эту нужно помыть обязательно микроволновку, правда, она такая грязная уже со всех сторон, но вот руки не доходят в последнее время. Ну, короче, ладно, как-нибудь мы с вами займемся и микроволновкой, и уборкой, и расхламлением, и всем остальным, но сейчас, да, сейчас займусь базиликом. Ну, вот, немножко, совсем немножко добавила, мне кажется, этого хватит, не надо с базиликом переборщивать. Два пакетика получилось, они такие надутые, с воздухом, я это сделала специально для того, чтобы заморозился базилик, и сильно там, да, в кашу это все не скреплялось, чтобы более или менее можно было что-то похожее на такие целые листики, да, добавлять на пиццу, поэтому вот именно так я и замораживаю. Все, здесь у меня уже все хорошо настояло, все перемешало, чеснок растаял, наконец-то сейчас буду аккуратненько все это дело заливать. И все, да, уже начало 11-го, представляете, сколько всего сделала на кухне, хотя вообще ничего не хотела и не планировала делать. Пойду сейчас с малышкой немножко поиграю, и в 11 примерно буду ее уже спать укладывать, и тоже хочу поспать, потому что, да, ночь была сегодня бессонная. Можно больше сонных ночей, ну, я надеюсь, что уже скоро, как только зубки, все больше и больше зубок у нас вылезет, у нас ночи такие более или менее, да, наступят сонные, тихие, спокойные, и... Ой, боже мой, как я об этом мечтала, ладно, все, не буду больше говорить, все, быстренько заканчиваю, пойду с малышкой поиграю. Это внимание она уже требует от мамы. Ну, все, у меня готово, себе уже немножечко взяла, сейчас покушаю, потому что уже пол 11-го, но я вообще даже не завтракала, ничего, поэтому это такой будет у меня обед. Сыр пармезан уже натерла, сейчас он на горячем мяске, да, и макаронах распределится, растает, и все, буду кушать. Так что, если кушаете, вам тоже всем приятного аппетита. Я сейчас пиццу и купила основу, она продается в Лидоле, такая вот упаковочка у нее, здесь вот сама основа, она уже идет с бумагой, сейчас покажу, как это все выглядит. И есть уже соус из томатов, и здесь всякая зелень, очень вкусно. Вот я открыла, видите, тут все свернуто в рулончик, сейчас покажу. Вот таким образом выглядит, очень удобно разворачивать, уже и бумага есть, и, кстати, тесто очень вкусное, мы много пробовали разного теста, и вот это классное. Потом покажу, что у меня в итоге получится, да, какая пицца. Ну, смотрите, я вылила соус, все, смазала тесто, сверху ветчину выложила, кстати, очень вкусная ветчина, и мне именно вот такой вариант нравится. Теперь буду сверху укладывать моцареллу, ну, просто так, в хаотичном порядке это все распределять. Миша попросил еще, может, другой какой-то сыр, но у меня есть пармезан немножко, так что еще и пармезанчиком присыплю. Короче, получится суперсытная и жирненькая пицца, но это будет такой ужин у нас. Кстати, снимаю уже этот влог спустя два дня, наверное, так что да, вот так вот получается, не за один день получается снять, но у меня малышка плохо спит, у нее зубик, десна воспалена, зубик видно будет сейчас у нас расти новый, и практически не спим. Поэтому, конечно, не было сил, что ням-ням, да, не было сил снимать. Ну, вот сейчас покажу, как я готовлю пиццу, как в итоге она будет выглядеть, и, кстати, сейчас сюда хочу еще добавить листья базилика, которые два дня назад я замораживала, естественно, они уже заморожены и все, и, в общем, добавлю. Так, попозже включусь. Вот, смотрите, достала пакетик, такой вот он объемный, но зато быстренько сейчас листики возьму, сюда положу, а потом сверху еще присыплю сыром, пармезаном, но совсем-совсем немножко. Миша мне не очень моцареллу любит, а я люблю, поэтому мне бы хватило вполне ветчины, моцареллы. Ну, раз Миша попросил, конечно, еще добавлю пармезанчика. Смотрите, как это все внутри выглядит, тут уже от моих рук немножко, конечно, начинает подтаивать. Понятное дело, что не все листики идеальные и так далее, да, где-то что-то слепляется друг с другом, но все равно, в общем и целом, достаточно неплохо. Вот, посмотрите, какие тут листики целые. Ой, аромат такой пошел, обалденный. Люблю, люблю, очень люблю базилик. Все, сейчас быстренько убираю это обратно. Вот этот пармезан я добавила, ну, ничего такое, мне кажется, ну, как и, в общем, любой другой. И смотрите, как сейчас красиво все выглядит пицца. Она, знаете, как присыпана снегом, да, немножко. Вообще, конечно, пицца получилась огромная, полностью на весь противень, сытная. Убираю в духовку на 200 градусов и где-то 15-20 минут нужно выпекать. В принципе, я думаю, вы уже понимаете, что получится. Сейчас Миша уже Коленьку заберет и приведет. Это такой ужин у нас будет. Буду на стол накрывать. Хочу еще ананасы. У меня здесь два стоят. Сделать кусочками, да, вот, чтобы мы после ужина еще ананасиков поели. Также нужно сделать чаек, заварить. Поэтому, в общем, буду с вами прощаться на этой красивой и вкусной ноте. Тут малышка стульчик свой двигает, держится за него и ходит. Так что извиняюсь, конечно, за шум. Все, дорогие мои, обнимаю вас и целую. И в скором времени начнем снимать новый влог. Пока-пока!